Борис Дубровский Желаю участникам соревнований качественных выступлений, успехов, всем позитивного настроения, позитивных эмоций, ну и общее пожелание всем нам крепко держаться в седле России. Соревнования собрали 110 спортсменов Уральского, Сибирского и Приволжского округов. В состязаниях по конкуру было разыграно 6 комплектов наград. В итоге на счету южноуральцев 19 медалей, из них 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Главный трофей Кубок губернатора достался мастеру спорта международного класса Ольге Даниловой из Екатеринбурга. Она стартовала на лошади по кличке Школяр. В этом году мы расширили рамки нашего турнира и включили в программу мастер-класс с мастером спорта международного класса Геннадием Гошиба-Боязовым. Это член сборной, основной сборной России страны. И он перед турниром дал уроки нашим спортсменам. Моя задача была просто попробовать объяснить детям правильное прохождение маршрута, дистанции, чтобы эти дети умели правильно ездить, правильно прыгать, чувствовать лошадь, понимать самое главное, что они делают на маршруте, а победой они придут. А в следующие выходные в Рифеи пройдут состязания на Кубок губернатора в еще одной олимпийской дисциплине в выездке. Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина стала мировой рекордсменкой в командном спринте. Вместе с ней в составе сборной России были Ангелина Голикова и Елизавета Козелина. Отличиться им удалось на первом этапе Кубка мира в голландском Каренвене. Там россиянки побили рекорд планеты, принадлежавшей японкам, на 0,2 секунды. И установили новое время – минута 26,62 секунды. Кикбоксеры Челябинской области завоевали полный комплект наград на чемпионате мира в Будапеште. Добыли золото, серебро и бронзу. Чемпионом мира в разделе «Фуллконтакт» впервые стал ученик заслуженного тренера России Фаригата Косымова Артем Рахимов. Второе место в разделе «Поинтфантинг» занял Александр Бобров. Бронзовую медаль в «Лайтконтакте» выиграл Кирилл Воробьев из Южноуральска. Были близки к педесталу почета также Бахтияр Мухамедзянов и Виктор Михайлов. Они уступили в четвертьфинале файтерам из Бразилии и Мексики. Челябинец Александр Куликовский стал серебряным призером молодежного перенства Европы под дзюдо. Состязания прошли в Подгорице. Ученик заслуженного тренера России Андрея Вострикова нанес поражение хозяину татами из Черногории, победителю прошлогоднего перенства континента из Молдовы и спортсмену из Сербии. В финальной схватке наш земляк уступил белорусу Дмитрию Минкову. Соперник Челябинца в этом году выиграл взрослый турнир Гран-при в Ташкенте и был третьим на большом шлеме в Екатеринбурге. Итог – серебряная медаль Куликовских. Челябинский спортсмен 18-летний Семен Зайцев стал серебряным призером перенства мира по бильярдному спорту. Высшая ступень педестала почета уже покорялась ему в 16 лет. Но в этот раз в Москве победить помешала элементарная усталость. Встреча с соперником из Краснодара длилась почти два часа. Сейчас Семен уже вернулся домой и продолжает тренировки. Бильярд стал для него любимым видом спорта еще 11 лет назад. У меня дома всегда стоял маленький стол, русский бильярд. И у родителей постоянно гости приходили и играли. А я всегда мелкий был, сидел, смотрел, мне нравилось очень. А потом мне исполнилось 7 лет. Мне отец сказал, что нужно чем-то заниматься, каким-то видом спорта. И я сказал, бильярд хочу. Кий Челябинского чемпиона стоит 60 тысяч рублей. И сделан из двух видов дерева – клёна и макасара. Одного из самых дорогих видов древесины. По словам тренера Семена, от качества кия порой зависит победа. Год пытались мы перейти на другой кий для удобства двухсоставной. Но так и не смогли подобрать кий, который соответствует его игре. Поэтому кий, наклейка – это все очень важно. Сейчас цель Семена Зайцева – вновь попасть в венужескую сборную страны, чтобы в новом году защищать цвета национального флага на мировых стартах. Сборная Челябинской области по каратэ завоевала три золота и бронзу на чемпионате России в Тюмине. Елизавета Лазарева в финале превзошла Цзерасу Саламову и Северной Осетии Алании. Евгений Плахутин уверенно переиграл москвича Расула Булатова. А Александр Пшеницын вырвал победу у еще одного представителя Москвы Василия Антохия. Все трое стали чемпионами России. А вот Челябинка Анастасия Гудилова на третьем месте. Южноуральцы вошли в состав национальной команды, которая начнет подготовку к Олимпийским играм в Токио. У меня о спорте все. Прямо сейчас короткая реклама. А сразу после не пропустите обзор происшествий с Елизаветой Болдыревой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова